Партнерами в создании проекта интеллектуальной транспортной системы с белорусской стороны выступили Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие при поддержке горосполкома и госавтоинспекции с польской администрация и дорожные службы города Белоподляска. Этот проект был очень важен для нас. Он очень сильно изменит инфраструктуру Белоподляски. Нашим друзьям из Белоруссии будет легче и проще ориентироваться в городе. То же самое касается и пребывания наших граждан в Бресте. Мне кажется, это будет первый камень в фундаменте других трансграничных проектов. Важно, что наши города в этом сотрудничают. Много лет это не получалось. Но сейчас должен сказать большое спасибо мэру Бреста за то, что он открыт для сотрудничества, что мы можем вместе строить нашу работу. За два года, отведенных на решение данной проблемы, обе стороны потратят поровну почти 2,5 миллиона евро выделенного гранта. В Бресте, к примеру, создадут систему умных светофоров. Это позволит перераспределить транспортные потоки в городе и разгрузить наиболее проблемные участки дорожной сети. Итог – увеличение средней скорости движения и улучшение экологической обстановки. Модернизацией подвергнутся семь перекрестков на участках улиц Московской и Варшавского шоссе. Все, которые будут ехать к нам, они будут иметь приоритет. И также в эту интеллектуальную транспортную систему встроен приоритет общественного транспорта, что тоже очень важно для нашего города. Это повысит скорость, повысит пропускаемость транспортных наших артерий. Итогом рабочей встречи делегации Белой Подляской с руководством Бреста стало подписание соглашения о трансграничном сотрудничестве в рамках программы «Польша, Беларусь и Украина 2014-2020».